Мост открыли раньше запланированного срока, как это отразилось на качестве работ. Алкоголь стал причиной трагедии. В Рязани произошло очередное убийство. Рыбу весом почти 50 килограммов выловил житель города Ваке. Долгожданное событие для автолюбителей. Ремонт наконец завершен. В Рязани открыли мост через Акум. Сейчас в обе стороны по мосту свободно двигаются машины. Мнение водителя о качестве ремонта собрал Валерий Седов. От деревянных перегородок не осталось и следа дорожных рабочих, которые так привычны взгляду рязанскому водителю, теперь тоже нет. Движение по мосту через Акум открыто. Кажется, таким свободным движение по мосту через Акум не было уже давно. Сейчас открыто по две полосы в каждом направлении. Теперь водителям при планировании своего маршрута не нужно учитывать часовую пробку через Солочинский мост. И хоть для автомобилей дорога стала свободной, качеством ремонта довольно не все водители. Напомним, что при реставрации моста через Акум применили новое полимерное покрытие. По сообщению СМИ, при работе на одной половине ремонтные бригады не учли того, что бетонное основание неровное. Правда, этот изъян обещали подкорректировать на второй половине моста. Как раз именно неровность покрытия и стала основной претензией автолюбителей. Получилось проехаться через новый отремонтированный мост через Акум? Да, получилось. Ну и как качество ремонта, как мост? Ну, оставляет желать лучшего, на мой взгляд. А почему? Ровность дороги. Ну, радует то, что открыли, а так не очень. А вот почему не очень? Ну, потому что все волнами едешь, и как бы в холодильнике стирали. Не аккуратно. Ну, я бы не сказал, что так гладко, а так нормально. По сравнению, как раньше, то лучше. Но так, что-то там были какие-то неровности по правой стороне. Как если в Солочи ехать, как-то это что-то, может, некачественно, чуть положили или, может, доделают, не знаю. Ремонт моста через Акум начался 13 июня и продолжился 4 месяца. Успели закончить раньше планируемого срока, до 1 ноября. Теперь движение по мосту свободно. Однако, по словам водителей, не так уж все и ровно. Будут ли исправлять эти недочеты, неизвестно. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город. Не дня без криминала. Напился и забил отца до смерти. Дело рязанца передали в суд. Как выяснилось, мужчина злоупотреблял спиртным. Очередное застолье закончилось трагедией. Подробнее расскажет Дина Исляева. 45-летний мужчина недавно разошелся с женой. Причина разлада отношений – любовь к спиртному. Жил с родителями. Постоянную работу себе не нашел. Перебивался заработками. Большую часть времени находился в нетрезвом состоянии. Из-за этого и произошла ссора с отцом в тот трагический вечер. Словесная перепалка переросла в драку. Как установило, было установлено, проведено судебно-медицинской экспертизой, сын нанес своему отцу не менее 10 ударов кулаками по телу, то есть в том числе и по голове. И после причинения телесных повреждений сын перенес своего отца в комнату, положил на диван спать, сам прошел в другую комнату и тоже лег спать. И проснувшись на следующий день утром, он обнаружил своего отца без признаков жизни. Подозреваемый сам вызвал полицию и скорую. Обо всем рассказал. Самое страшное, что накануне в больницу госпитализировали его мать. Она не знала, что случилось дома. Скончалась на следующий день после ареста. Мужчина остался без семьи и теперь ему за убийство отца грозит наказание. До 15 лет лишения свободы. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Проверка, отработка и совершенствование профессиональной подготовки полицейских, а также повышение их боеготовности. Вот главные задачи учений, прошедших в Строжиловском районе. Это был своего рода полевой выход сотрудников отряда специального назначения громуправления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД и оперативной роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В полевых условиях молодые сотрудники получили возможность приобрести необходимые для спецподразделения полиции навыки. А опытные стражи правопорядка подтвердить и закрепить свои боевые умения, а также передать опыт новобранцам. Прибыв на место учений, полицейские разбили палаточный лагерь со всеми необходимыми условиями. В течение недели отряд отрабатывал различные тактические приемы поиска и задержания особо опасных преступников. Занятия проходили не только днем, но и в темное время суток. На специальных полигонах спецназовцы тренировались в стрельбе из стоящего на вооружении огнестрельного оружия с близкого и дальнего расстояния, отрабатывали скрытые выдвижения на огневый рубеж и уход с места боевых действий. Под руководством опытных инструкторов бойцы выполнили задачу переправы через реку с использованием альпинистского снаряжения. Приостановить деятельность такое наказание просит назначить природоохранная прокуратура в отношении предприятия загрязняющего реку Керть и ее притоки. Обращение направлено в суд. Подробности в сюжете Галины Кудряшовой. Природоохранная прокуратура подвела предварительные итоги проверки реки Керть и впадающих в нее водных объектов. Специалисты выезжали в Михайловский район после многочисленных жалоб местных жителей. Они взяли пробы дна и воды речки Амшанка, протекающие рядом с поселком Коровинского спиртзавода, обследовали прилегающую территорию. В деятельности юридического лица ООО «Биофармкомбинат» были выявлены нарушения. При отшлении своего производства допускаются превышения при установленных пределении допустимых концентраций для водного объекта рыбохозяйственного значения при сбросе производственных источных вод. В качестве меры наказания природоохранная прокуратура просит суд приостановить деятельность предприятия. Аналогичное требование направило и Министерство природопользования региона. Подобные санкции позволят реке избавиться от белого налета. До этого, когда еще он был государственным, он стоял, она вроде очистилась. Потом как будто и... ну уже давно, вот как опять вот начался вот работа. И немного там то ли попадает, то ли спрос какой-то завод, то ли отчет. Ну вон, она вон вся белая, там я не знаю, там лягушки не живут. Также по итогам прокурорской проверки администрации района предписано устранить незаконную свалку твердых бытовых и промышленных отходов, а также свалку продуктов отходов животноводства, обнаруженных недалеко от русла реки. К загрязняющим компонентам специалисты относят и канализацию поселка. По территории поселка проходит сеть инженерных канализационных систем. Однако данные канализационные системы, данные дома на балансе муниципального образования сельского поселения не стоят. А в сельском поселении отсутствует надлежащим образом утвержденная и согласованная схема организации ввода-отведения. Проверка продолжается, ущерб, причиненный водному объекту, устанавливается. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Немного о политике. Коммун Руси жить хорошо. В Рязанской области может серьезно вырасти зарплата чиновников. Ее размер планируют увеличить в полтора раза. Кого коснутся изменения, расскажем далее. Зарплата губернатора Рязанской области может увеличиться в полтора раза. А сейчас она рассчитывается из суммы 10 ежемесячных окладов, а вырастет до 15,5. Такие данные опубликованы на сайте правительства Рязанской области в проекте постановления к документу, регламентирующему заработную плату чиновников. Изменения коснутся и других лиц. Денежное поощрение вице-губернатора увеличится с 8,5 до 12,5 окладов. Заместителя председателя правительства – с 8 до 12 окладов. В список также попали чиновники Рязанской областной думы, контрольно-счетной палаты, Рязани избиркома и институтов уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей в регионе. Напомним, что сейчас размер оклада установлен постановлением губернатора от 2005 года и составляет почти 15 тысяч рублей. Также ранее анонсировали создание двух новых ведомств. Среди них – дирекция дорог Рязанской области. Она займется обеспечением реализации полномочий Минтранса в сфере использования дорог и осуществления дорожной деятельности. В учреждении будут трудиться 40 человек. Позже штат вырастет. И в Рязани появится управление капитального строительства. Оно будет выступать заказчиком при строительстве, реконструкции и проектировании государственных объектов. В управлении будут трудиться 17 человек. Финансировать оба учреждения будут из бюджета Рязанской области. Житель села Поляны, словно герой романа Хмингуэя, выловил на оке 49-килограммового толстолобика. Алексей Макаров ловил на обычный спиннинг. С рыбаком побеседовал Валерий Седов. На рыбалку Алексей Макаров уезжает в 5 часов утра. Место всегда одно и то же, а река Акам. С утра Алексей варит кашу, потом переодевается. Берет спиннинг и ящик для рыбацких принадлежностей. В прицепе – моторная лодка. Сама рыбалка начинается рано. На моторной лодке Алексей выплывает на середину реки, прицепляет к спиннингу воблер и наступает сам процесс. Мужчина рассказал, что в основном рыбачит троллингом. То есть забрасывает воблер, который опускается на глубину. Но 6 октября выдался день необычный. Я как раз там разворачивался, там широкое место, разворачивался, развернулся, а он мне хоп по спине. Ну, думаю, зацеп, потому что зацепов много. А потом гляжу, у меня дю-дю-дю-дю-дергается. Думаю, что-то есть ли он. Вот сначала вроде как спусывался, но потом потихонечку. Алексей рассказал, что подобная ситуация уже происходила ровно год назад. Тогда, казалось, он тоже поймал крупную рыбу и удил ее очень долго. Вот только в тот раз плетенка угодила между веслом и лодкой и порвалась. Теперь рыбу Алексей отпускать не захотел. Начинался процесс изматывания добычи. Мужчина отпускал рыбу, а затем снова и снова подводил к себе. Спиннинг и плетенка Алексея рассчитаны максимум на 30 килограмм. Поэтому действовать надо было медленно. Как назло, из-за поворота показалась баржа, а лодка мужчины стояла как раз у нее на пути. Алексей начал медленное движение к берегу. Там пришли на помощь другие рыбаки. Мы сначала не поймем, что это вообще, потому что захвозжи пойманы. Ну, правда, там поопытнее, видать, мужики. Сразу один говорит, это толстолобик. Ну, еще маленько ее подтянул, подтянул, спиннинг передал. Ну, и сам уже пошел за жаброй его и на берег вытащил. Алексей ловил толстолобика два часа, полтора часа в воде и полчаса на берегу. Вытащив рыбу, с трудом погрузил ее в лодку. После того, как подплыл к машине, надо было переложить рыбу в прицеп. Алексей признался, что в процессе упал несколько раз. Дома его ждали родственники. Первым делом в рыбу взвесили. 49 килограммов. Если бы я не видела своими глазами, я бы не поверила. Правда, честное слово. Он ловил больших рыб, щук ловил больших. Ну, чтоб такую. А после начался долгий процесс разделки. Родственники признали, что заняло это около трех часов. В итоге получилось 10 стейков по 2 килограмма каждый. Вот такая вот чешуя была большая. Тут все очистено. Вот кости. Вот, представляете, какие кости здесь вот громадные, как у мамонта. Аппетитная рыба привлекла внимание кота семьи Макаровых. Лидия рассказала, что толстолобика все уже попробовали. Пробовали, пробовали. У снахи был день рождения как раз, и мы запекали ее в этом. Ну, понимаете, я думала, все-таки рыба такая. Может, она и по возрасту. Я же ведь не понимаю. Может, она и, как сказать, уже старая. Я говорю, какой же вкус. Ну, вообще сладкая, вкусная невозможная. Даже никакого запаха нет. На дачном участке у семьи Макаровых обустроено абсолютно все для готовки рыбы. Здесь стоят коптильня и мангал. По словам Лидии, ее муж рыбачит практически каждые три дня. Возвращается с работы, день готовится, а потом в путь. До 6 октября Алексею попадались крупные рыбы. Например, судак весом 8 килограммов и щука на 11 килограммов. Теперь в эту коллекцию добавится еще одна голова толстолобика, которая весит 12 килограммов. Просто удача какая-то, я не знаю, может, сам Всевышний пасал. Он же не хищник толстолобик. Это вот надо ему. Плыл он рядом. Он, видать, хвостом махнул и попал под него. Крючки острые. Прямо за хвост зацепился. Останавливаться на такой добыче мужчина не планирует. Завтра снова на рыбалку. Правда, говорит, поймать хотя бы пару щук. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И работы обеспечат, и автомобиль дадут выкупить в собственность. В «Неотакси» для водителей разработана специальная программа. Есть те, кто уже воспользовался данной услугой и успешно работает дальше. Подробности в сюжете. Особая романтика дороги, меняющиеся времена года, городские пейзажи и, конечно, пассажиры. Это то, с чем ежедневно сталкиваются сотрудники «Неотакси». Каждый водитель готов прийти на помощь. Машины оснащены всем необходимым для перевозки детей и инвалидов. Руководство компании особое внимание уделяет безопасности своих клиентов. Перед выездом всех водителей обязательно осматривает врач. Также специалист проверяет автомобили. За последнее время автопарк был обновлен на 50%. Новые брендированные «Киарио» колесят по городу. «Наеотакси работают давно, обеспечивают заказами, вовремя ремонтируют машины. Ну, всем довольны». Для удобства пассажиров было разработано специальное приложение. Скачать его может любой желающий. Пользоваться им достаточно просто. Кроме того, в автопарке «Наеотакси» есть программа выкупа автомобилей. Мы предлагаем водителю также взять автомобиль под выкуп. То есть водитель обеспечен заказами, водитель обеспечен заработком. И в том числе он выкупает этот автомобиль. По прошествии определенного времени автомобиль становится собственностью водителя. И, соответственно, водитель пользуется нашими заказами и продолжает у нас работать уже на своем автомобиле. Срок, в течение которого водитель может выкупить автомобиль, варьируется от 12 до 24 месяцев. Условия оптимальны для всех. Олег Селин уже является счастливым обладателем своего авто. На данный момент автомобиль я выкупил. Условия довольно-таки гибкие. Компания предоставила. На данный момент, грубо говоря, работаю на себя через компанию «Наеотакси». Нравится то, что здесь мы очень много работаем по предварительным заказам. Это мало кто в городе делает. Мы работаем с корпоративными клиентами много. Также сейчас сезонные. Много у нас заказов по, допустим, аэропортам людей возим. То есть, как бы хватает всего, хватает работы. И есть отдел качества, например. В этом году «Наеотакси» получила диплом «Лидер доверия». И это неудивительно. Здесь постоянно стараются улучшить качество обслуживания пассажиров. На этот раз представители автопарка приняли участие в конференции, прошедшей в городе Сочи. Более 600 делегатов со всей страны. Проблему отрасли приехали обсудить и депутаты Госдумы, и общественного совета. Обсуждались вопросы, такие как работа агрегаторов в регионах, регализация таксопарка, ну и, конечно, самый главный вопрос – это безопасность пассажиров, которые мы перевозим. Конечно, наш таксопарк довольно-таки молодой, но мы, в свою очередь, всегда держим руку на пульсе. Мы ездим на разного рода конференции, разного рода совещания. Поэтому мы за безопасность движения. Брендовый знак на двери – уверенный взгляд вперед. Этим таксистам знаком каждый уголок Рязани. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Пока погода балует нас нетипичным для октября теплом. Но зима непременно вступит в свои права, и вот тогда придется утепляться как следует. Что может быть лучше красивой, а самое главное – теплой шубы? Если вы еще не успели приобрести изделия из натурального меха, на новоторжской ярмарке вы точно сможете подобрать что-то себе по душе. Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу. С 17 по 21 октября в Рязани в МКЦ будет работать новоторжская ярмарка за шубой. Шапки и береты, монтой, куртки, жакеты и полушубки. Выбирайте лучшую шубу для себя. Размеры от 42 до 60 меха различные. Каждый подберет себе красивую шубу из мутона или нутрии. Цены демократичные – от 15 тысяч рублей. Особого внимания заслуживают шубы из каракуля. Каракуль – это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Цвета каракуля красивы. Черный, сур, серый, золото и изумруд. Цены от 80 тысяч рублей. Мечтаете о норке? Для вас красивые шубы из российской и аукционной норки под брендом Zimas. Цвета различные. Цены на норку на новоторжской ярмарке от 79 до 290 тысяч рублей. Мех качественный. На каждой шубе зеленый чип – знак российского производителя. Гарантия до двух лет. Любую шубу можно купить в кредит или рассрочку без переплаты. Добро пожаловать на новоторжскую ярмарку за шубой в МКЦ с 17 по 21 октября. Таким был этот день. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok